Мы на Комсомольской площади, которая еще называется площадь трех вокзалов. Сейчас погуляем по тому скверику, который находится в середине площади. Ну а пройти к нему можно вот здесь, собственно, по подземному переходу. Вообще, далеко не все знают, что он вообще существует. Как-то все привыкли больше к вокзалам идти, к Центральному дому железнодорожников, к торговому центру Московский. Ну а вот в середине вот этой площади Комсомольской, которая еще вот называется площадь трех вокзалов, находится такой небольшой как бы скверик. Правда, зелени в нем минимальное количество, так что на скверик он не совсем похож, но как бы такое вот место отдыха, небольшая площадка для отдыха. Вот здесь можно выйти, в принципе, от метро Комсомольская, ну и от любого из вокзалов, в принципе. Вот, и здесь вот можно погулять. Здесь также находится трамвайная остановка. Ну вот такой скверик здесь, видите. Три вокзала. Собственно, вот Ярославский вокзал, это вот метро Комсомольская. Ярославский построен в седьмом году. Вот это Ленинградский вокзал перед нами, самый старый вокзал Москвы. Он был построен еще в середине XIX века, по указу императора Николая I. Вот, было сообщение Москва-Петербург. Ну, собственно, оно и сейчас остается. Вот, вокзал построен в 1849 году. Ну, а сообщение началось в 1851 году. Вот этот вокзал. Ну, и дальше там едут электрички и поезда, соответственно, до Петербурга. Ну, в советское время Ленинград, поэтому переименовали в Ленинградский вокзал. Так, это название осталось. И дальше, соответственно, уже туда, на северо-запад. В Архангельскую область, там в Карелию, в Мурманскую область. Вот. Ну, это здание федеральной таможенной службы сейчас. Вот это перед нами. Ну, и дальше там тоже здание связано с железной дорогой, как и одно из управлений. Ну, а здесь вот по другую сторону этого такого скверика в центре площади находится Казанский вокзал. Он здесь такой очень большой. Строили его долго. Начали еще в традиционные времена, с 2013 года. Ну, а закончили только перед войной Великой Отечественной в 1940 году. Ну, и с тех пор, конечно, он реконструировался. Но, в целом, он сохранил, в общем-то, тот вид, который спроектировал архитектор Алексей Чусев. Ну, вот такой цветничок здесь небольшой. И можно посмотреть, в принципе, отсюда все здания. Чем вот эта вот еще, так сказать, такая вот зона хороша? Тем, что, в принципе, здесь вот отсюда очень хорошо видно, в принципе, все три вокзала. И вообще все здания, которые находятся на Комсомольской площади. Вот это, конечно, очень ценно еще. То есть, тут можно тоже посидеть, хотя, видите, тут скамейки сделаны оригинально. Они гранитные, то есть, не деревянные, там даже не металлические, а именно гранитные скамейки. Очень оригинальные, конечно. Но, наверное, сидеть на них не очень удобно. Особенно в жаркую погоду. Да и вообще. Ну, и вот здесь, видите, трамвай ездит. Здесь парковки, стоянки. Там находится Центральный дом культуры железнодорожников. Ну, понятно, почему. Потому что при железной дороге. А дальше он у Нермак Московский, который до сих пор работает еще с давних советских времен. Ну, дом культуры железнодорожников был построен в 20-е годы еще. Ну, это вот, собственно, подвигу железнодорожников в Великой Отечественной войне. Скульптура тут такая небольшая. Ну, как видим, на скверик это как-то так не очень похоже. Хотя, конечно, ну, хоть какая-то растительность есть в виде кустарников. Деревьев вообще нет, только кустарнички такие декоративные. Ну, просто такая небольшая прогулочная зона, зона отдыха. Здесь вот между тремя вокзалами. Вот в центре Комсомольской площади. Ну, небольшой фонтанчик есть. Вот это, наверное, вентиляция какая-то. Не знаю. Там он проезд в Комсомольской площади идет. Вдоль Ленинградского вокзала. И туда дальше, к железным дорогам. Ну, фактически он тупиковый. Ну, вот еще разочек туда посмотрим. В сторону Краснопрудная улица, в которую переходит Комсомольская площадь. Ну, а с той стороны она переходит в Каланчевскую улицу. Это гостиница Ленинградская перед нами. Небольшой фонтанчик здесь приятный. Ну, это тоже связано с подвигом железнодорожников. Что-то с железными дорогами связаны. Эти барельефы. Тут даже ничего не написано. Ну, в общем, что-то такое связано с железными дорогами. И цветочки тут тоже довольно много цветочков. Освещение есть тоже, обратите внимание. Вот. И так, сейчас посмотрим. Это памятник вот Павлу Мельникову, который был первым министром путей сообщения в России. Поэтому понятно, почему мы памятник поставили. Вот цветочки тоже еще. Это вот вход в Казанский вокзал. А вон там, видите, строится новый железнодорожный мост. Вот. Около Каланчевской. Там вот находится платформа Каланчевская. И проходит Каланчевская улица. Прямо параллельно железной дороге. И, как мы видим, здесь идет большая стройка. А Сайскерик, он такой тупиковый. То есть, тут можно, в принципе, только туда пройти и сюда пройти. А выйти, в принципе, вот так вот на улице здесь вот не получится. То есть, только через подземный переход. Потом снова подземный переход. И, соответственно, уже туда или туда, куда угодно. Вот. Едет Ласточка. На Каланчевскую как раз. И вот, видите, строится здесь стройплощадка. Около Каланчевской. Наверное, знаете, строится. Новые пути. Сейчас всего два пути. С одной стороны и с другой. А строятся третий и четвертый пути. Всего будет четыре пути. Это в рамках развития МЦД-2. Как раз вот Ласточка едет, да, МЦД. Это Курско-Рижский диаметр. Вот сейчас едет на Курское направление. Туда, в сторону Каланчевская. А туда, в ту сторону Рижское направление. Вот. Это Подольск-Нахрабина. Такой диаметр. А еще тут будет четвертый диаметр. То есть, хотят вот эту вот, соответственно, Каланчевскую сделать еще вот этой платформой. И, соответственно, вот тоже перегоном для четвертого диаметра. Это будет Киевское-Горьковское направление или Киевское-Нижегородское. Сейчас еще пока его нет. Оно только проектируется. Но, так сказать, хотят вот, в принципе, уже через некоторое количество лет его открыть. И вот, в том числе, для этого строится здесь вот новый мост. Все меняется. Новая платформа строится. Вот на Каланчевской. Сейчас мы еще с той стороны зайдем. Посмотрим, как там работы идут. Ну, хотя бы немножко. Видите, все огорожено. Со стороны Новорязанской улицы. То есть, Рязанский проезд и, соответственно, Новорязанская улица дальше туда вот идет с той стороны. И, видите, все огорожено. И тут идет вовсю строительство моста и новых путей. Ну, и вообще все, в принципе, инфраструктуры. Вот, которые, естественно, потому что здесь, по сути, все, в общем-то, не менялось с начала 20 века, как, в общем-то, было построено, да, здесь. В начале 20 века вот эти пути, да, соединительные. Так, в общем-то, они и с тех пор, по сути, остаются. Но теперь все вот меняется и все перестраивается. Новый мост, видите, ферма моста. Ну, и здесь тоже вот с той стороны тоже все меняется. И тут большие работы. Перекрытия, конечно, большие, неудобства. Вот здесь раньше туалет находился, потом сделали лигу ставок. Тут какая-то букмекерская контора вот эта работала. Ну, сейчас, видите, все огородили. А что-то еще контору пока не снесли, как она и стоит. Там, видите, там раньше проход был. Можно было туда пройти пешком. А сейчас все там полностью, видите, перегородили. Ну, здесь вот небольшие только проезды оставили. И все, небольшие, там чуть проход вот можно там пройти. И тут вот проезды. И, собственно, все. В остальном все перекрыли. Ну, вот такой вот скверик. И, собственно, заодно посмотрели, как положение у нас идет около Каланчевской. Сейчас еще пойдем на Каланчевскую улицу и посмотрим с той стороны. Продолжение следует... Продолжение следует...